Всем привет, с вами канал Хардкавер. Edge of Spider-Verse, выпуск 1. Все верно, и я опять не удержался и взял на обзор что-то про пауков, хотя, судя по статистике, вы только их и смотрите. Успокойся, Харди, это не значит, что я возьму всю серию. В любой момент я смогу усменить тему, правда? Сегодня к нам возвращается Дэн Слот, человек, подаривший Марвел дойную корову под названием Spider-Verse. Он обещает покончить с тем, что сам породил. Все начинается с очередного ненужного паука, при которого никто потом и не вспомнит, в этот раз шотландского. Появляется Джулия Карпентер, потому что фильм про мадам Паутину быть. Соня это не Ворнеры, чтобы стесняться выпускать позорное кинцо. Дакота предупреждает паука о грядущей опасности. Пролог закончен. Сейчас я вам покажу… нет, не карту, а то, из-за чего я взял этот выпуск. И нет, это не потому, что я внезапно соскучился по писанине Слота или по событиям а-ля Spider-Verse. Все это из-за Ани Корзен, она же Аранья. Именно о ней я хочу сегодня поговорить. Знаете, пока на восточном рынке японцы из сезона в сезон бьются, чтобы создать лучшую 2D вайфу, то на Западе же пытаются сделать сильную и независимую, которая хоть кому-то понравится. Но так вот, Аня была той самой попыткой создать популярную Женщину-паука. Было это еще в первом выпуске второго тома Amazing Fantasy в 2004 году. Все это происходило в рамках Marvel Next. Корзен – это неудавшийся Spider-Gwen своего времени. Авторы пытались сделать такую бойкую латиноамериканскую девчонку. В этом персонаже не было ничего раздражающего. В ней не было каких-то перегибов. Она не ставила всех мужиков на место, потому что она сильная. Не было упоря на расу. Как по мне, сам персонаж вышел весьма живым. Но вот, как и все инициативы Marvel, Marvel Next уходит в закат. А сделать Аню успешным персонажем не вышло. По итогу ей даруют титул Spider-Girl и отправляют на задворки. И вот Marvel почти 20 лет спустя решает вспомнить про этого персонажа и возвращает ее к классическому виду. Тут тоже привет Сони. Аня также должна появиться в Мадам Веб. А я просто рад, что этого персонажа вспомнили. Так что по сюжету? Спросите вы. Так в принципе я его и пересказал. В этом номере слот заново представляет персонажа, где она рассказывает о себе и о своем прошлом. Дэн также откатывает персонажа к истокам. Так по ходу выпуска у Корзен проявляется на плите татуировка. Именно с ней был связан старт ее приключений. Далее в сюжете вновь появляется Джулия Карпентер, которая выступает не то Гендальфом, которому надо собрать хоббита в поход, не то протагонистом типичного Сикаря, которому нужно собрать пати из пауков, чтобы победить межселенское зло. Джулия пригоняет всю эту бодягу, что наследники вернулись вместе с Шатрой. Аня не особо желает ввязываться в этот спайдер-цест, но все же поддается уговорам, а заодно возвращает себе старый титул. Кстати, за дизайн новых шмоток отвечает месье Рамос. Уже в новом костюме Корзен побеждает свою злодейку, а потом как черт из табакевки, вновь появляется Карпентер, зовущая героиню с собой. Продолжение следует. В доп-историях копаться особо не собираюсь, потому что не в этом главная тема моего рассказа. В одной из вселенных Аня находит спайдер Терекса, а в другой истории нуарный паук, как по мне растерявший уже весь свой шарм, в сравнении с оригиналом, ощущает возвращение Шатры. Не знаю, буду ли я продолжать это, потому что здесь нет совершенно ничего нового. Спайдер Верс – это банальный кроссовер для показа каких-либо концептов. Сама же тема с наследниками и тотемами до сих пор никак не раскрыта. Вот помимо другого, какой особый паучий тотем дает какой буст? Здесь же мне банально было интересно поговорить про Аню Корзен. Пишите, что вы думаете про это все в комментариях. Всем спасибо за внимание и до встречи на просторах Хард Кавери и Интернета. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok